Мы очень часто, довольно-таки, уже, честно говоря, не первый раз наблюдаем за тем, как по факту, в прямом смысле слова, вербуют заключенных. Заключенных вербуют для того, чтобы шли воевать на территорию Украины. Более того, сейчас в социальных сетях, в свою очередь, я это, если не ошибаюсь, в ТикТоке видел, вот эти заключенные, которых уже завербовали и которые сейчас находятся на временно оккупированной территории Украины, простите меня, по фене общаются, передают привет там своим, простите за прямоту, браткам и так далее. Я, у меня нет никаких нареканий по поводу их жаргона, у меня о другом вопрос. А неужели обычных, там, контрактников не хватает? Что происходит? Почему уже прибегают даже к таким радикальным действиям, вербуя по факту заключенных? Ну, первое, что хотелось бы сказать, что сама по себе вербовка и принуждение к военной агрессии заключенных в России, это оконченный состав военного преступления. Они принуждают заключенных к войне. Несколько дней назад весь мир увидел съемки скрытой камерой, как Евгений Пригожин вербует заключенных. Он там прямо говорит о том, он себя, во-первых, приравнивает вместе с Путиным к богам, он говорит, что из зон заключенных могут забрать либо Бог или Аллах, он почему-то разъединяет эти понятия. Либо вот он Пригожин по указанию Путина, только он может даровать им сейчас свободу. И, соответственно, он говорит, что главный грех для них будет, если они попробуют дезертировать и отказаться от участия в военной агрессии. И он говорит там, в этой видеозаписи, что тех, кто приедет в Украину на оккупированной территории и скажет, что здесь что-то не так, я не готов участвовать, они его объявят дезертиром и расстреляют незамедлительно, без суда и без следствия. То есть очевидно, что это самое настоящее принуждение, никакой добровольности в этом нет, а принуждение людей к участию в войне, это есть факт, подтвержденный факт военных преступлений. И таких уже Пригожин, Путин и целый ряд полковников и генералов ФСБ и ФСИН, которые вместе организовали этот процесс, таких фактов уже более тысячи осужденных на оккупированных территориях принимают участие в военной агрессии. Что касается того, что они якобы какой-то привет браткам передают, конечно, в задумке тех, кто снимал эти пропагандистские ролики, видимо, это должно было выглядеть как некий рекламный трюк, когда Пригожин с силовиками будет распространять эти видеоролики через телеграм-канал, они даже в пику нам создали канал. У нас проект называется «ГУЛАГУ.НЕТ», и мы первыми разоблачили эту преступную схему, и более двух с половиной месяцев об этом говорим открыто. А Пригожин создал специальный сайт, сделали телеграм-канал, который называется «ГУЛАГУ.Да». Они прямо говорят о том, что они сторонники тоталитарного режима, и вот именно на «ГУЛАГУ.Да» они выкладывают эти видеоролики, в которых видно, что заключенные по большей части запуганы. На некоторых кадрах даже они не успели обрезать, там кто-то им говорит «давайте», дают команду, и дальше вот они там уже что-то говорят, якобы там передают приветы своим вот этим вот товарищам по несчастью, которые в застенках, с тем, чтобы их хотя бы каким-то образом мотивировать. Но все это выглядит очень убого, наигранно, и, конечно, им не верят. И подчеркну еще раз, происходит это все, вот они опустились до того, чтобы рекрутировать, ставить под ружье осужденных из колоний строгого режима, которых самих осудили ранее за совершение тяжких и особо тяжких преступлений, к длительным срокам лишения свободы, в том числе за убийство, за изнасилование, там по 10, по 15, по 20 лет у них сроку. Вот, и все это происходит потому, что им нечем и некем восполнять боевые единицы, боевую силу на поле боя. Огромное количество офицеров ФСБ и Министерства обороны отказывается ехать в Украину и воевать на стороне России. Из ЧВК Евгения Пригожина люди начали уходить, потому что они не видят никакой мотивации для продолжения участия в военных действиях. И очень многим, вот тем, кто с Пригожиным вместе участвовал в Африке в боевых действиях или в Сирии, но здесь очевидно, что украинцы не были никогда врагами России, вот до нападения, до начала этой войны нет никакой мотивации. И те, кто даже ранее соглашались быть наемниками вот в этой якобы частной, а на самом деле не частной, это филиал ГРУ и ФСБ армии, они уходят. Им нужно восполнять и где брать подневольных людей, которых можно на автозаках там брать и отвозить, как не в российском ГУЛАГе, как не в российских колониях. Поэтому они вот сейчас пытаются возместить отток людей принуждением к этому тысячи тысяч осужденных. Спасибо. Спасибо.